Неожиданно, неспокойно, на прошлой неделе была в столице Кыргызстана, Бешкеки. Ночью 17 мая на улицы города с протестами вышли около тысячи человек, которые требовали выселить незаконно проживающих в стране людей. В стычках с местной полицией пострадали минимум 30 человек. Несколько их задержали. Смотрите сами, как это было. Очень быстро протесты переросли в погромы в общежитиях иностранцев, проживающих в городе. Протестующие перекрыли несколько перекрестов, разбили стекла в окнах и дверях в одном из общежитий для иностранных студентов, в другое ворвались и, по сообщениям местных СМИ, мародерствовали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 16 мая Путин встретился с Си Цзиньпином в узком и широком составе, а также тет-а-тет за чаем и в формате 1 плюс 4. Именно на чаепитию в Кремле уделяли особое значение. Там, очевидно, решались самые главные для Путина вопросы. Не секрет, что Китай хоть и косвенно, но помогает Путину вести войну против Украины. В Кремле гордятся растущим товарооборотом между странами и китайскими инвестициями. В прошлом, к примеру, году товарооборот между Россией и Китаем был рекордным и достиг 240 миллиардов долларов. Всеобъемлющее партнерство в действии, так сказать. Соединенными Штатами у Китая отношения наоборот колеблются от не очень хороших до совсем уж сложных. Но тут я сделаю паузу и сразу скажу, что при этом товарооборот США в два с лишним раза больше, чем из России. За прошлый год наторговали друг с другом на 575 миллиардов долларов. Ну а с Евросоюзом на почти 300. Что же Москва покупает у Пекина на такие-то деньги? А что ему продает? Давайте разбираться. Станки для промышленного производства. Их импорт в Россию из Китая за прошлый год вырос на 170%. Полупроводников, тех самых, которые используются для производства электронных микросхем, Россия купила на 270 миллионов долларов, а раньше покупала на 3,5. А оборудование для производства тех самых компьютерных чипов тоже купили у китайцев на общую сумму 180 миллионов долларов. На 400% выросли закупки экскаваторов. На более чем 700% грузовиков. Ну и шарикоподшипники тоже интенсивно покупались в Китае. Их поставки увеличились на 170%. Ну а сейчас, собственно, очень интересный факт. Журнал «Экономист» пишет, что поставки подшипников из Китая резко увеличились и в Кыргызстан. Причем более чем на 1000%. Как думаете, зачем кыргызстанцам столько подшипников? Повыковыривать из них шарики и стрелять из рогатки? Или все же передавать дальше в Россию? Ну и продукция двойного назначения, которая широко используется для ведения войны против Украины. Если бы Китай хотел прекратить эту войну по-настоящему, это можно было бы сделать одним правительственным постановлением о запрете экспорта всего мной, перечисленного в Россию. И тогда бы война просто бы захлебнулась в техническом смысле. Если вы посмотрите, к чему привела эта гонка за последний год с точки зрения производства боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, то увидите, что Россия производит их более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории. В том числе во время Холодной войны, когда еще существовал Советский Союз. Как им удалось это сделать? Потому что туда массово поступают станки, микроэлектроника, оптика, в основном из Китая. Китайцы при этом уверяют, что это все всего-навсего бизнес из южуал, и ни о какой военной помощи России речи и быть не может. Мы не приемлем перекладывание ответственности со стороны США. Китай поддерживается осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции и строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт гражданских дронов. США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине, одновременно выдвигая беспочвенные обвинения против нормального экономического сотрудничества и торговли между Китаем и Россией. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный. Смотрите сами, в чем же разница? Украина не нападала на Россию. Никакой опасности для своей соседки Украина не представляла. Не было признаков подготовки вторжения в Россию, не было сотен тысяч украинских солдат на границах за несколько месяцев до начала так называемой СВО. Все это ложь и манипуляция. Путин напал на Украину только потому, что Путин хотел напасть на Украину. Поэтому молчаливое содействие Китая только усугубляет ситуацию. Но не подумайте, Китай это делает вовсе не из любви к Путину, а за деньги. При этом такая любовь по расчету далеко не безоблачно и не беспроблемна. Погоду в доме портят западные санкции. Только в мае Вашингтон обложил ограничениями более 300 международных компаний. Два десятка из них – китайские и гонконгские. И вот за последние месяцы объем китайского экспорта в Россию начал падать. Да и оплатить уже заказанное тоже сложно. В конце прошлого года американское правительство сказало, что будет отключать от американских платежных систем финансовые учреждения, которые помогают Москве обходить санкции. Ну а что может предложить Китаю Москва? Недра. Энергоресурсы. В прошлом году Россия стала для Китая рекордным поставщиком сырой нефти, а импорт газа из России вырос на 60% сразу. Правда, газ продают почти за полцены, но это уже детали. Есть в Китае такая провинция Гуандун. Ее административный центр, известный многим городом Гуанчжоу. Так вот, ВВП только одной этой провинции сопоставим с ВВП всей России, с ее ископаемыми и Путиным во главе. Отношения между Пекином и Москвой намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Интересно, что Россия и Китай по результатам встречи двух своих лидеров обнародовали совместное заявление по войне в Украине. В нем говорится, что обе страны против затягивания войны. Одна при этом продолжает попытки оккупировать все больше украинских территорий, ну а вторая поставлять первой многое для этого необходимое. Си выступил с заявлением, что Китай и дальше настаивать на мирном урегулировании. Смотрите сами. Обе стороны согласились, что политическое решение украинского кризиса является правильным направлением. Позиция Китая по этому вопросу была последовательной и ясной. Это включает соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, уважение разумных интересов безопасности всех сторон, а также построение сбалансированной, эффективной и устойчивой новой структуры безопасности. Китай надеется на скорейшее возвращение Европы к миру и стабильности и будет продолжать играть в этом конструктивную роль. Ну а Путин хочет вернуться к стамбульской переговорной формуле, то есть фактически принудить Украину капитулировать. Когда наши войска стали под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров? Нельзя подписывать документы, если противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Что надо сделать? Было спрошено с нашей стороны. Мы спросили, надо отвезти войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали, ну теперь будем воевать до конца. Уже совсем скоро в Швейцарии пройдет инициированный Украиной саммит мира, где страны-участники будут обсуждать формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским. Путина в Швейцарию никто не звал. Путину такое развитие событий не нравится. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны. Сразу после переговоров между Путиным и Си, ЮАР и Бразилия отказались от участия в швейцарской мирной конференции. И вряд ли это совпадение. Китай очень хочет потянуть на себя миротворческое одеяло и показать всему миру, что удельный вес Поднебесной на геополитической арене все увеличивается и увеличивается. Можно предположить, что Россия представила председателю Си свои варианты развития боевых действий на территории Украины, а также потенциальные условия мирных переговоров и компромиссов, на которые может пойти Кремль. Ну и не забывайте, что китайский челочный дипломат Ли Хуэй продолжает ездить по разным странам и вынюхивать, как же продавить китайский вариант в западный мир. Что важно, Индия пока не подтвердила своего участия в швейцарском саммите, несмотря на то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещал страну в конце марта, и эта тема явно там обсуждалась. Ну а чуть раньше Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Присутствие Моди на швейцарском саммите однозначно стало бы яркой сигнальной ракетой Москве, что театр боевых действий в Украине уже пора потихоньку сворачивать. Такой себе плакат «Русские гоу-хом». Но пока его еще не нарисовали. Короче говоря, если все это подытожить, то Путин приезжал в Китай, скорее всего не убедить Си начать открытую военную помощь Москве, а убедить его хотя бы упростить схемы поставок товаров двойного назначения. Снабжать Россию оружием Китаю невыгодно. Си на это не пойдет. Другая цель Путина – убедить Си, что западные санкции китайскому лидеру нипочем. Ее, похоже, российскому диктатору достичь не удалось. Тут стоит вспомнить цифры, которые я вам говорил ранее. Все ВВП России равно ВВП одной, пускай и самой развитой провинции Китая. Ну а товарооборот с западными странами в несколько раз выше товарооборота с Россией. Си дружит с собственной головой, а не с Путиным. Так что не перепутайте. А если вы смотрите этот выпуск в интернете и хотите поделиться своими мыслями в комментариях, то сейчас самое время это сделать. Также не забывайте отметить это видео лайком и подписаться на наш YouTube-канал. Как это сделать, думаю, вы прекрасно знаете и без меня. Давайте вести диалог.